Да, наконец-то это он, видик про моды на тачки. Будут собственно тачки, моды фикселки, тюнинг, моды на камеру и на вождение. Но я еще в машинах вообще не шарю, ориентируюсь по ощущениям и подсказкам модера тачек Корнмилф. Его тачки, кстати, в этом видосе тоже будут. Ну и напоминаю, что для того, чтобы добавить их, то есть тачки, в игру тебе понадобится Virtual Card Dealer. Я показывал, как его установить в этом видосике. Как установишь, в любом компе, который есть в игре, появится онлайн-магазюк, в котором можно будет купить модовые тачки. Ну а если ты там жракаешь, пока смотришь видик, то приятного аппетита, чавкал-коты моя. Ну все, в ушах у тебя магнитола на экране, видик, который я, блять, больше месяца не мог выпустить. Погнали! Для начала, собственно, тачки, ну и начну сразу с имбы. Короче, топ-1 модер по тачкам на Нексусе Корнмилф порекомендовал моды именно этих модеров тачек, ибо они, ну прям, очень запариваются над качеством итоговой тачамбы. Ссылки на эти страницы, откуда легко найти любую тачку, я оставлю в описании, естественно, ибо нахуй нужен этот ролик, если по итогу тебе придется искать все это самому, правильно? Правильно! Сначала начнем с тачек самого Корнмилф. Я прям все показывать не буду, лишь несколько штук, чтобы было общее понимание, а то все это затянется. Просто зацени проработку. Уф, бля, кайф, как залезть в постель после перестановки в своей комнате, да? Да. А катится охуенно, как запах после дождя, верно? Оу-е. Звуки тоже очень приятные, как вечер перед выходными. Не зря топовым считается, да? Да. Да, понял, понял, ладно. Естественно, все это явится тебе через кардилера. Ну, а установочка тут словно следующий день после дня рождения. Грустная, блядь, все только вручную. Но не парься, давай покажу на примере одной тачки, а остальные можно установить точно так же. Вот Nissan, например, в требованиях там только core моды, кардилер и ничего такого. А в файлах, собственно, тачка, качаешь. И еще есть такое в опциональных файлах. Здесь можно выбрать цвет или иногда другие штуки, как, например, тут спойлер. Тоже качаешь. Первый архив с тачкой открываешь и тупо перетягиваешь эти папки в твою папку с игрой. Просит заменить? Ну и жми заменить. Готово, тачка есть в игре. А второй архив это цвета, спойлер, может быть еще что-то, да? Ну, в данном случае цвета и спойлер. Но со спойлером проблем нет. Эту папку архив просто тянешь в папку с игрой и она отправится куда надо. Ну, если ты хочешь спойлер, конечно. По итогу этот файл должен оказаться по пути архив PC мод. А цвет тачки тут да, по тому же пути, но здесь варианты. Выбираешь какой хочешь и тянешь в архив PC мод. Готово. Тачка нужного цвета, да еще и со спойлером, если хочешь, конечно. Готово к покупке. Все аналогичные мувы делаешь с другими тачками и ты гучей. Все, давай теперь глянем тачки от других топ модеров тачек. Вот, например, авто от Акрашер. О, ес. Точно, смачно, молодежно. А вот еще крутые колеса от R&M. Мой фаворит, епта. Только глянь на этот мустанг. Охренеть нужно от наслаждения. Кайфуля такая, как затащить катку в Солянова. И еще есть такой вот имбовый Porsche Taycan от Maxa 5. А имбовый он, потому что тут у него в файлах есть такой прямо-таки конструктор. Тачку можно собрать прям очень по-всякому. Охуительно. Ну и еще вот тачечки от SDHO. SDHOPENDEHO. Короче. Очень пиздатый я Корнмилф одобрил. Влепив знак качества, можно качать. Напоминаю, что я далеко не все тачки этих моддеров показываю. В описании под видиком я оставлю ссылки на эти страницы, которые ищут на экране, откуда уже можно будет найти все их тачки. Мне кажется, так удобнее. Окей, далее мод от Денис Реактив, который еще тусит у нас в диссике. Supra HKS Itasha. Короче, это не тачка, это перекраска для Toyota Supra, которую я показывал чуть ранее. И это полнейшая имба. Лучше в мире только наконец смачно пассать после того, как долго терпел. В требованиях у этого мода только, собственно, Supra, а в файлах аж 4 штуки. Ну, это не считается. Это обычная наклейка, но в 8К. А эти прям разные. Ну, че, я гнида, шо ли? Я все покажу, конечно. Выбирай только одну. Но я предпочту все-таки обычную этажу. В целом, мод мне пиздец, как нравится. Может, это мои казахские хорни, где понты, блядь, важнее жизни, особенно когда дело касается тачек. Я не знаю. Но я прям вообще не хочу этому сопротивляться в данном случае. Но все эти тачки ломают погружение, ибо вообще как-то не вписываются в этот мир, скажешь ты. Есть че-нибудь war-friendly? Да, базированная база, блядь. Паки тачек от диджей-коврика. У него их 4 штуки. Вейкл-пак Basic, Гэнгс, Корпо, Ютилити. Все они добавляют в виртуального кардилера только ванильные тачки, которые нельзя купить в ванильной игре. А некоторые даже нельзя просто так увидеть, где бы то ни было в ванильной игре. Вот они еще раз. Бэйсик. Обычные ванильные тачки, но в различных вариантах расцветки. Гэнгс. Разновидности тачек в стиле всяких банд, как вот тачки Валентиночьи, Шельмочек, Тигрят и остальных. Корпо это такие тачки вот корпоратов. И Утилити. Это вообще всякий разный вот такой транспорт, где, конечно же, самое интересное, это вот этот гребаный Бигфут. Да, если лень было его себе добывать через секретик FF06B5, а насколько я знаю, другого способа его себе добыть не существует, то вот можно купить у кардилера хули б нет. Так, короче, теперь у тебя этих тачек и их разновидности будет прям очень дохрена. И ничего не выбивается из сеттинга, черт возьми. Этим этот мод охуенен. А еще он охуенен тем, что установка тут легчайшая, почувствуй себя величайшим. В требованиях только кардилер, а в файлах запутаться не получится. Диджей Коврик, как всегда, балует имбой, прям как новые танки в World of T- Да не трясись ты. Окей, едем дальше. Ну ты понял, нет, едем, типа видос про тачки, вы такие и есть. Теперь самые топовые моцики во всех внешних землях. Cyberpunk Bikes Edge. На самом деле здесь моцк один, но для него сделано 10 крутых вариантов внешности. Только зацени это дерьмо. Словно приготовить яичницу и начать ее хавать, боясь, что сейчас случайно там окажется кусочек скорлупы. Ведь ты, как тебе показалось, уронил туда парочку, но в итоге там ничего такого не оказывается. Открыв кардилера, ты здесь найдешь такого засранца и по кнопке выбора цвета, собственно, выбираешь для него расцветки Fabrics Details 300 Ba... Катится, звучит, на дыбы встает, колесами не он, правда, не испускает. Надо и насрать, он сам весь как новогодняя елка епт. Кстати, плюс в чат, если до сих пор не убрал елку. Наебал, вышло обновление, где неончика колесам таки завезли. А шоу-установка? Ну, Изи Бризи, Лемон Сквизи, Фор Артизи, в требованиях ничего такого. Материал Интиксюру Верайт я уже раз 500 показал, как стоять. А в файлах только этот вот и все. Еще из моцков есть Яйба Кусанаги Персона. Ну, это, короче, Яйба Кусанаги в стиле Персона, да. Я на этой платве очень давно катаюсь, ибо мне нравятся Кусанаги, а Персону поставил чисто как вариацию. На самом деле, за Персону я не шарю. Но шарить и не надо, чтобы заценить, как хорошо выглядит этот реколор. В игре моцик будет, кстати, как отдельный транспорт. Покупается также через карт-дилера. Установка тоже изичная. В требованиях только куар-мода и карт-дилер. В файлах один варик. Кстати, для стиля чисто не совсем по теме, но опять же от Денис Реактив, который подарил нам с тобой покраску с Ребеккой и Люси, есть модик Нека Сайбер Хелмет. Красивенькие, сочненькие, миленькие касочки с Некаушками. Такими мотоциклетными шлемами можно флексить перед тигрятами в Жопонтауне. Обзавидуются ли? Астрологи объявили неделю кошку байкерш. Кстати, помимо фабрикс и детайлс, есть вариации с закрытым шлемом. И с открытым шлемом, чтоб глазки твои чарующие видно было. А своего магазина у этой шмотки вроде как нет, поэтому добавить в игру можно будет только командой. Да, это тебе не сиська жопные бикини, которых дохренища на Нексусе. Бля, как же мы низко пали. Но не так низко, как билеты на Авиасе. Вот здесь, на странице мода, это все вот так в тупую копироваешь, открываешь в игре Сайбер Жен Твикс, в консоль тупо контрол вэшишь и жмаешь интер. Все, все виды шлемов появятся в инвентарике. Ну и последний мод, связанный с самим транспортом, это Деламейн номер 22. Если помнишь, Джеки нам пытался показать боевой режим Деламейна, но был побрит. Однако позже, когда у тебя появляется свой карманный экземпляр, ты обнаруживаешь, что никаким боевым режимом, блядь, и не пахнет. Обычная нахуй тачка. А этот мод дарует этот режим Деламейну. Да еще как, пулеметы и ракетница, и это все анимировано. Как и говорил Джеки, Делл теперь может положить целую армию Аросаки. Ну или вот у копов сегодня хэппи хаос. Ну а хули, мы, блядь, вооружены до зубов, как твой тихий одноклассник. По установке там приколов нет. Но в файлах два варианта. Этот заменяет ванильного Деламейнишку на этого с боевым режимом. А этот добавляет отдельного. Я предпочел замену, чтобы этот мод вклинился прям в мир игры, чтоб ты квест и делал именно с такой версией Делла. И в компэйке катился тоже в эксельсиоре с боевым режимом. А то че за скам-то, блядь. Короче, как по мне, реплейсер вариант более чем уместен. Ну вот, это был последний мод, собственно, с транспортом. Музыка. А если тебе лениво самому ставить все эти тачки и еще многие другие, то как вариант, есть такое решение. Конечно, помимо тачек, там есть и куча других модов, которые я обозревал в других видосиках и даже больше. По сути, ребята допилили мою оригинальную сборочку и сделали ее раз в 100500 лучше, надежнее, бля, и удобнее с помощью их шайтан байды под названием комплексус тор. Это вундер вафля тебе облегчит возню с модами настолько, что лучше бы тебе нахрен не знать на сколько, короче. Ссыль на их бусте в описании. А мы теперь идем смотреть моды на тюнинг. Начну с простенького для моциков. Remove windscreen. Мелкий-мелкий микро-микро-модик, который убирает ветровое стекло, или как это говно называется, с мотоциклов. Все, помимо чистой вкусовщины, у мода есть практичная сторона. Смотри, вот сажусь в моцик, достаю пушку, а она клепует, сука такая. Выглядит как полная хуйня, если честно. Аж перестает хотеться на моцках гонять. Ух, сука, когда я это вижу, у меня аж глаз дергается. Это дискотека века, эй! Ну вот, короче, этим модом эту проблему можно решить. Да, через жопу получается костыль, тупо, но другого варианта пока нет. Хотя бы ради этого мод стоит поставить. В файлах там варианты просто, если ты хочешь убрать эту штуку только на Apollo, или на арчиках, или на коповских моцках, ну или основной файл, который просто везде убирает. Но по каким-то причинам оно у тебя может, блядь, не сработать. Поэтому попробуй еще вот этот. Fixed Weapon Clipping for First Person Driver Com Button Bikes, блядь. Этот делает то же самое, кто знает, может быть он сработает. Надеюсь. А то ебал в рот, как говорится. Если нам что-то не нравится, мы модим нахуй. Еще напомню, что есть мод, про который я уже рассказывал в другом видосе, Mo Reflective Car Paint. Тоже мелочь-мелочь, просто делать краску на некотором транспорте чуть более отражабельной. А вот Reglass 2.0, это уже что-то новенькое. Но говорю сразу, что этот мод отлично работает только с лучами. Если ты катаешь без лучей, как я, то знаешь, что выглядит оно вот так. Хуйня полная, короче, можешь промотать. А остальным хуанг год смотреть. В общем, мод делает отражения в стеклах машин более красивыми, как ты уже понял, я надеюсь. А то фреймрейт мой, как видишь, в дерьмище. Оказывается, свет снаружи не проникает внутрь сквозь стекло, а этот мод делает так, чтобы, собственно, проникал. Поэтому так оно пизже. Но и жрет, наверное, больше, я хз. У меня шо так, шо так, видюха ебашит, словно хлопок весь день лутает. Так что не могу сказать. Ей пиздец хуёво, пока я это записываю. Вот сравнение есть еще. Тут лучи, но мода нет. Тут лучи и мод есть. Бля, я пока эту часть монтирую, мои видюхи нервный тик. Короче, ну его нахуй, я и так этот видос с 2007, бля, делающий сейчас сегин. Не хватало еще проблем с его рендером. Голучше установку глянем. Требований нет. В файлах два файла. Можно качать оба. Они друг друга дополняют. Первый делает то, что я уже описал, а второй делает то же самое и для боковых и задних окон, и для приборных еще панелек тоже, да. Модер еще говорит, что он не обещает, что его мод будет работать со всеми модовыми тачками, ибо это надо хоть модеру. Но со всеми ванильными тачками оно работает на ура. Ля, мне сложно было понять, так приятнее стало играть или нет, ну ты, блядь, видишь, фреймрейт мой, это пиздец. Поэтому в комментах, кто-нибудь с RTX, кто играет, дайте знать, насколько хуангов из десяти стало пизже кататься ночью по Найс-Сити. Vehicle Lights. Я не знаю, кто не заметил, не? После 2.0 или 2.1 там обновы фары стали пиздецки огромными какими-то. У меня такое ощущение было. И вот вышел мод, который чуток это дело успокаивает. Фары теперь выглядят как-то правдоподобнее относительно всего остального. Кстати, нормально работает с Extended and Improved Headlights, про который я уже тоже успел ранее рассказать. В общем, смотри сам, но мне кажется, надо ставить. А по установке тут негде споткнуться. Я тут еще хотел рассказать про реалистик Car Crashers, но он что-то иногда игру крашит, поэтому оставлю его на потом. Но ссылку тоже в описании оставлю. Он, короче, делает столкновения более реалистичными, чтобы машины с большей охотой превращались в гармошку. Если что, можешь на свой страх и риск сам глянуть. А мы продолжаем. Car Modification Shop. О, да, тюнинг внутриигровой, бать-то урод. Если открыть карту, то увидишь новую точку в виде гаечного ключика. Только надо чуток призумиться, чтобы оно появилось. А на этих не обращай внимания, это репетиторы из другого видоса. Тебе нужен тот, который в Нордсайде, вот в этом местечке. В общем, едешь туда и обнаруживаешь пиздец раздолье по тюнингу Акена Наузен сгин. А выглядит эта СТОшка... Ну, никак. Но дополнительно можно скачать AMM Car Modification Shop. И тогда... Охуенно, весело, задорно. Короче, открываешь AMM, находишь вкладку Декор. Здесь сжимаешь пресет. И в пресетах находишь Car Mod Shop. Хуякс. И эта штука теперь тут. Ну, за тюнинг я вообще не шарю. Я вообще не уверен, что это правильно так говорить. Тюнинг. Тупо наставил всякой хуйни, попробовал покататься. И да, разница пиздец, блядь. Но я сюда больше приезжаю чисто отыгрыша. Ради погвозеть или рандомно одну деталь в тачке поменять. Тебе плевать, надо она мне и не надо. Просто, блядь, прикольно. В процессе прохождения можно использовать как еще один путь, куда потратить с трудом заработанную лавешку. А по установке тут у него все очень и очень просто. Шо этот? Шо этот? Легко устанавливаются. Также я обязан хотя бы упомянуть Enhanced Vehicle System. Имба лютая, про которую я уже рассказывал в другом видосе. Задерживаться на нем не буду. Просто для тех, кто не шарит, скажу, что эта херота дает полный контроль над твоей тачкой. Ты можешь сам заводить ее, дверь и окна открывать, поднять спойлер или открыть багажник, подсветку врубить, а у фар теперь есть дальний и ближний, и все это может оставаться активным, даже если выйти из тачки. А еще у мода куча настроек, короче имбуля. Подробнее, как я уже сказал, было в другом виде, в этом. А сырь я тут в описании тоже оставлю, с хорошим модом можно и два раза познакомиться, да? Даже три, ибо дальше я к нему вернусь. Ну и все это, кстати, скоро будет в комплексу стори. Смотри, тут буквально в пару кликов можно накатить себе и модпак, и аддонов всяких разных к нему, чтоб было только то, что тебе лично по кайфу. Пиздец, отвал, страки, короче. Там цена за сборку всего полторы шавухи, а за фул издание две шавухи. Ну все, ладно, го обратно к модам. Теперь моды для камеры. Driving First Person Camera Twix. Тут слов не надо, просто глядь. Этот мод придает столь необходимый вес и инерцию вождению от первого лица. Теперь ты можешь видеть больше жизни в вождении, и как камера с кайфом реагирует на твои действия. Выглядит гигабалдежно, может даже укачать. Повороты, торможение, движение по инерции и с ускорением, короче, плюс иммерсивность. А дрифт от первого лица просто нереально кайфовый, как попасть скрабера в голову. Иди нахуй. Правда, установка тут, я рвался с Киева в клочья. Короче, есть варик через Vortex, но не надо. Модер тут криво сделал, Vortex тоже хуйню сотворит, один хуй придется вручную ставить. Смотри, качаешь вот этот Standard Edition, открываешь архив и эти три хуйни кидаешь по данному пути. BIN, X64, плагинс, Cybergine Twix, mods. И тут создаешь папку с именем Driving FPP Cam Twix. Я не знаю, обязательно ли давать такое название, но даже если нет, то хотя бы ради своего удобства. Лучше норм, имечка, выпиши, сайпал. И эти три хуйни в нее зашвыриваешь. Остальные два файла это вариации. С меньшим количеством шатаний камеры и с еще меньшим количеством шатаний камеры. Если надо, то тоже вручную качаешь и туда же вставляешь с заменой вот эту init луашечку. Я рекомендую поставить вот этот Tilt Fix. Пиздец, короче, проще шайтана изгнать. Но что поделать, надеюсь модер починит это в будущих обновах. А еще есть Better Camera Auto 2.1. Этот мод разблокирует настроечки для камеры от первого и от третьего лица. Здесь в настройках их можно найти. Да, к сожалению, на русском нет, но я сейчас переведу зырь. Здесь настройки камеры для модска от третьего лица. Можно увеличить радиус, сдвинуть вправо или влево, назад, вперед, вниз, вверх. Можно выбрать угол, на который происходит автоцентрирование, ее вертикальная скорость. Можно выбрать угол, под которым нужно расположить камеру, чтобы вишенка повернула голову назад. Можно выбрать, насколько вишенка будет крутить голову. И можно выбрать угол обзора. Если выбрать большое значение, то создается иллюзия, что скорости выше, чем они есть. А тут уже секция настроек для камеры в машине от третьего лица. Тоже угол, на который происходит автоцентрирование, опять ее вертикальная скорость, снова угол камеры, чтобы повернуть голову в V. Тоже есть угол кручения головы и угол обзора. Далее для первого лица на байках. Время, после которого происходит автоцентрирование, скорость автоцентрирования, угол обзора от первого лица, зум от первого лица. И все то же самое для камеры от первого лица, сидя в тачке. Ну и здесь остались настройка угла обзора и зума для камеры во время боя. В общем, функционал очень обширный. Можно, например, так гонять. Или так ебануть. Или, например, такое. А? Как тебе? Все, камера и ее поведение наконец тебе подвластны. Но и это еще не все. Driver Combat 2.0. По названию ясно, что этот мод просто как-то улучшает стритрейсерское ебашилово. Но по факту тут совсем другая фишка. Точнее, не только лишь это. Точнее, в основном, даже лишь не это, но и это в том числе. Короче, блядь, камера теперь ведет себя более плавно, когда ты садишься или выходишь из тачки. Или когда начинается бой и видосует пушку, сидя в машине. Это основной прикол этого мода. Думаю, никому не нравится, когда ванильный вход в машину сопровождается внезапными прыжками камеры, бля. Это портит погружение и напоминает тебе, что ты всего лишь летающая, собственно, камера. А нам такое не нужно. Но иногда бывает, конечно, что мод не справляется. Такие ровки все-таки случаются. А еще мод вносит вот такие изменения. Глянь. Вражины в тачках более эффективно преследуют и таранят тебя. Руки становятся более живые при вождении. Езда на моцках стала более кинематографичной. В целом, за счет процедурной камеры вождение теперь более динамичное. Изменены движения камеры при входе и выходе из некоторых транспортных средств. Некоторые тачки получили больше брони. Ну и всякая мелочь. Типа, Бигфут теперь не застревает об всякую хуйню и спокойнее преодолевает препятствия. Как и должен. И МХО этот мод абсолютный мастхэв. Ибо действительно превращает вождение в какой-то, блядь, индийский фильм. Хотя ты, блин, просто едешь себе спокойно за очередным заказом Дина Диновича. Вдогонку к предыдущему есть такой Immersive FPP Bike Cam. Это кусочек, такой типа аддон к драйвер комбат, который вносит изменения только в камеру от первого лица, только для моциков. Но в целом ничего не конфликтует. Можно отсюда скачать файл, и оно будет нормально работать вместе с предыдущим модом. В чем замес? Тут, короче, в файлах три варианта. Синематик, MotoGP какой-то и иммерсивный. Качать нужно только один. Я остановился на MotoGP варианте, так как мне он кажется реалистичнее. Он отличается тем, что когда я поворачиваю влево, камера съезжает влево, направо и камеру уклоняет вправо. И как бы насколько я знаю, так и должно быть. То есть байкеры при повороте влево наклоняются влево, а не, блин, вправо. Вот даже сама вишенка, если от третьего лица обратить внимание, при повороте наклоняется в сторону, собственно, поворота. Поэтому MotoGP, как по мне, самый топчик. А иммерсивный и синематик, они его, да, делают наоборот. При повороте влево камера смещается вправо почему-то, блядь, и наоборот. Ну, херня, короче. А еще иммерсивный мне нравится меньше всего, потому что там нет бесшовного перехода, когда запрыгиваешь в байк. Или наоборот. А в этом как бы весь прикол этого мода. В общем, бери MotoGP, не прогадаешь. Ну и все эти моды на камеру, про которые я рассказал, нормально между собой совместимы. Кроме самого первого. Он чуток ломает некоторые штуки, но то, что он вносит, не ломает ничего другого. Блядь, что за бред? Надеюсь, кто-то понял, что я сказал. В общем, можно все ставить. По крайней мере, модер так сказал. А я, как всегда, блядь, великий слепой. И что-то не нашел, где он там что ломает. Кто шарит? Научите бестолыч блаженную в моем ебали божожда. А мы пока смотрим, что-то... А, еще же есть вот этот, блядь. Better Vehicle First Person, который мне все советовали. Но я что-то попробовал, и он мне вообще не вкатил. Не, мод клевый. Но там под каждую тачку можно пресет настроить. И прям супер кастомизация, вся хуйня. Но я балрод такой, если честно. Ибо если бы я начал, то я бы не успокоился, пока, сука, под каждую тачку не настроил камеру. А оно того не стоит, как по мне. Ибо меня ванильное положение камеры особо это и не напрягало никогда. Ёбаный перфекционизм. В общем, зная себя, я поскорее мод удалил. Но еще в описании цель оставлю. Если захочешь, можешь попробовать. На этом все. Такие вот у нас моды для камеры получились. Если честно, это просто пиздец охуенно. Это вот реально лучшее, наверное, что я ставил за последнее время. В плане модов это, блядь, просто разнос ебала по всей комнате. Напоминаю, что все эти шедевры моды скоро будут в комплексу стори. Отлаженные, проверенные, четко работающие. Ребята крайне перспективные. Развиваются шагами гулливерскими. Скоро будут и другие игры захватывать, помимо киберпука. Поэтому напоминаю про ссыль на их бусте, которая в описании. Ну да ладно, продолжаем. Далее моды фиксилки. Их парочка всего. На данный момент есть багульки, связанные с хрустальным покрытием. Ну это херота, меняющая цвет, которая работает только у авто фирмы Рейфилд. Да, вот эти вот. Так вот, багули можно пофиксить этими модами. Crystal Cold Fix и Crystal Cold Fix в версии 2.12. Первый исправляет багишки с цветами и, собственно, перекраской, чтобы оно все правильно работало. А второй решает глич, когда хрустальное покрытие активно, когда не должно, что ломает внешку там как-то. Я этой магией вне Хогвартса почти не пользуюсь, но воткнул, пусть будет, юх ли нет-то. Ну и самое прикольное, на мой взгляд, моды на вождение. На управление, на поведение транспорта. Членник знает, как правильнее сказать. Короче, ты понимаешь, в чем я, я надеюсь. И первый тут Dynamic Downforce. Мод, который делает вождение менее аркадным, добавляя как бы веса твоему авто. Вождение стало более плавным, местами даже проще управлять, как будто реалистичнее ощущается, чем в ваниле. К нему в пару можно ставить Cyber Drift. И получается конфетка из жиля. Модер говорит, что он изменил начальные и конечные углы дрифта и скорость входа в дрифт. Просто почувствуй себя этим челиком. А еще есть Gripped Up, который тоже рекомендует к предыдущим двум. Он повышает силу трения между дорогой и шинами. Но в постах люди пишут, дескать, не канает, глобально стало как бы хуже. Типа, там лучше, здесь хуже. Ну а в целом, по итогу, короче, типа так себе, да? Модер сказал, что делает нечто охуенное на этот счет. Поэтому рекомендовать к установке этот мод я не могу. Однако, можешь скачать через Vortex и вырубить. Просто вдруг однажды ты в Vortex нажмешь, проверить обновление, и окажется, что у этого моду оно есть. И это то самое мега охуенное нечто, что модер сейчас делает. Еще в эту кучу динамик Gravity Modifier, который, по сути, добавляет, опять же, веса транспорту, когда оно в воздухе. Изменено воздействие гравитации, получается. С ним в комбе классный Nulled Angle Correction, который отрубает тебе нахрен управление тачкой в воздухе. Ибо, блядь, как иначе? Транспорт теперь летит как надо, а не едет, блядь, по воздуху. Опять же, управление делает менее аркадным, а посадку более жесткой. В пустошах теперь без полного привода вообще никуда. А еще Baby Driver 2.0. Я буду, блядь, честен. Я в душе не ебу, что оно делает. Но в постах все что-то на хайпе. Кто шарит, дайте знать, что за фекалия здесь творится. Ну и про Cyber Vehicle Overhaul, наверное, все и так знают. Этот мод меняет много чего. От количества лошадей до тормозной мощности, настроек подвески, переключения передачи, максимальной скорости, поведения двигателя и шин. Короче, тут уже статы самих тачек меняются. Вот, например, Caliburn мрачный, гонял максимум со скоростью 331 км в час. А теперь его максимальная скорость стала 509 км в час. Да, у меня метрическая система стоит еще. Это и многое другое меняется индивидуально для каждой тачки. По крайней мере, для вот этой вот кучи, короче. Да, тачек много. А еще, знаешь, что-то давно не было. А все потому, что все эти модики мелкие и особо сказать о них мне нечего. А каждые 5 секс памяти как-то не хочется. Ну вот последний, только, наверное, более-менее обширный. Но на самом деле дело в другом. Короче, все эти моды, которые я перечислил, совместимы между собой. Можно накатить вообще все и будет тебе охуенное, неаркадное, интересное и приятное вождение в киберпанке. Я, сука, настаиваю. Так, вот теперь каждую по установке глянем. Динамик даунфорсе. В требованиях твик-эксель. В файлах один файл, короче, изи. Кибердрифт. В требованиях твик-эксел и редфуэкс. В файлик один опять ничего сложного. Гриппед апп, который я пока не советую ставить, а просто тречить, тоже легко ставится. В требованиях те же челики. В файлах два варианта. Мейн жестче увеличивает силу трения, чем ванила плюс. Тут уж придется самому пробовать, если все-таки, да, будешь пробовать. Динамик гравити модифайер. Твик-эксель ему надо. Файла два. Первый для всех меняет гравитацию, а второй только для моцков. Ну вот англ коррекшн хочет того же твика и экселя. В файлах три варианта. Полностью отрубающий тебе контроль над тачкой. Чуток и совсем чуток. Все просто. У бэбидрайва в требованиях ни-ху-я. В файлах только один файл, короче, супер-изи. Ну и кибервейкл оверхуй в требованиях имеет киберэнгентвикс. А в файлах только один файл. А эти это туториалы, как самому циферки подкрутить, если захочется вдруг. Ууу, такие сделала нахуй? Аутентик шифт. Он не меняет ничего в вождении, но точно улучшает ощущение от нее немного опосредованным путем. Короче, блядь, вслушайся в то, как звучит этот калибурн и сравни. Это просто, блядь, брастейкинг. Повторюсь, статы не изменились. Как катились, так и катятся. Изменились только звуки оборотов. По сути, можно сказать, что мод меняет минимальные обороты для каждой передачи, не меняя мощность или скорость для этой передачи. Это делает звуки езды более аутентичными и приятными. Нихой оси, я высрал. Правда, от этого транспортные средства кажутся более быстрыми при старте. Вот еще Кусанаги, послушай. Ммм, автофетишисты, как вам? Ну и Сион Койот. Так, по установке тут в требованиях только киберэжен твик, а в файлах качать только основной файл. Охуенный мод. Давно с ним гоняю со всем, о чем я ранее упоминал. Оно совместимо. В общем, имбища. Ну и последний мод на вождение и в целом вообще последний мод на сегодня. Автодрайв. Много кто просил и его нам даровали, блядь, аллилуйя. Мод на автопоездку. Лезешь в тачке или моцик, на карте выбираешь, куда приехать. Это может быть даже не какая точка, просто ты сам куда-то тыкнул, а затем просто жмешь В. Один раз. Не зажать, не два раза закликнуть, а просто нажать В. И все. Вишенка сама поехала. А ты можешь расслабиться и чилить. Слушать музыку. Смотреть на виды. Перестреливаться. Да, пока вишенка едет, ты можешь в это время заниматься прицельной стрельбой. Вообще без проблем. Ну или заниматься всем этим одновременно. Да че я рассказываю, уверен, любой киберпанк прекрасно понимает, как использовать этот прекрасный мод. Вишенка может объезжать препятствия другие машины. И даже заехать в доктаун через КПП, спокойно, самостоятельно пройдя сканирование. Ну а если че, в любой момент можно просто начать самому ехать, если надо, чутка вырулить или вроде того. И снова нажать В, и автопоездка продолжится, как ни в чем не бывало. Еще можно нажать Г, и вишенка пересядет на пассажирское сидение, из которого удобнее стрелять. Пока тачка сама едет, словно в нее вселился Деломейн. А еще в тачке теперь можно сесть сзади и тоже ехать как пассажир. И здесь на кнопку Г тоже меняется сидение. А еще вишенка, ну или тачка, сигналит каждый раз, когда начинается поездка и когда заканчивается. Ммм, мы достигли пика, кажется. Правда, Вичот, блять, как бесправный ездок гоняет. Вылететь навстречку? Вообще похуй. Сбить малютку Маймай или прохожих? Поебать. Внезапно дрифтануть, блять, с кайфом. Постоянные ДТП это то, с чем придется иметь дело. Особенно, если у тебя высокая или средняя плотность толпы. Я на низкой особо не ощущал, но на средней уже было много всякого. В такие моменты и придется иногда перехватывать управление. А то я хуй знает, где Вишенка купила себе водительские права. Еще бывает, что приехать можешь не с той стороны, но в целом это ладно. Ну и такого рода, короче, траблы бывают. Однако, недавно вышла обновочка у модов, в которой появилась такая вот хуетушенька, которая позволяет Вишенке синхронизироваться со скоростью трафика и как бы стать ее частью. Блять, да! Это то, как этот мод должен работать, ей богу мать твою. Можно теперь включать эту штуку, если хочется просто кататься по городу, сидеть в пробке под дождем, слушать радио и наслаждаться Найт Сити. Ну или выключать, если нужно побыстрее куда-то доехать, даже если придется нарушить десяток другой правил и разбить чуток тачку. Еще стоит, кстати, уточнить, что если у тебя две отметки на карте, одна там на квест, а вторая твоя, какая-либо, которую ты сам воткнул, например, на почтомат или аптеку или просто в пустоту. Короче, в этом случае Ви поедет на ту, что воткнул ты сам. Ну и угарный момент, если во время автопоездки выключить движок с помощью Enhanced Vehicle System, вишенка этого не заметит и продолжит крутить баранку, пока тачка катится по инерции. Ну и можно заново подрубить и вишенка как была, под пивом так и останется. Короче, автопоездку это никак не собьет. Ну и шо там с настроечками-то? Первое, это буквально переводится как очистить трафик на пути, наверное, чтоб меньше ДТП было, но чё-то я не особо заметил, чтоб трафик исчезал. А второе, это чтоб Ви сигналила при отправлении и по прибытию, да, вот прикольная вещь. Эти крутилки я ебал в рот крутить, если честно, а про эту ты уже в курсе. Синхронизирует твою скорость с трафиком. И тут то ж миллиард туда-сюдашек появляется, если включить. То ж наху лень их крутить, вертеть, предлагаю представить, что их нет. А тут ниже, это чё-то там для разработчиков. Вообще, лучше даже не пытаться сюда лезть. А шо установка? Ну, в требованиях только core моды. А вот в файлах есть приколяс. Основной файл, файл для езды пассажиром. Вот этот файл нужно поставить, чтобы появилась эта настройка на синхронизацию со скоростью других тачек. И предлагаю скачать этот файл совместимости с Enhanced Vehicle System, про который я упоминал ранее уже дважды, трижды и хуй знает сколькижды. Вот так вот, на момент записи видика оно такое. Ну всё, это был последний мод на сегодня. Ну и естественно, вся эта байда, что была в этом видосе, уже готовится, чтобы скоро появиться в комплексу Store. Ещё, кстати, через эту прогу можно будет легко, легчайше вообще установить нероозвучку для DLC. Вот эту вот. Кто не откроет описание и не чекнет их Boosty, тот гей. Кто и так гей, тот молодец. Ну всё, да, как бы конец видика, всё, заканчиваем на этом. Ну, я ещё хочу выразить рахметулечки всем этим нереалочам и нереалкам за поддержку. Я, блядь, я не могу ни осознать, ни уж тем более выразить то, насколько я благодарен вам. И не устану повторять, что это очень многое для меня значит. Рахметируюсь, перед вами полностью ведьмаки и ведьмочки. Также, конечно, огромный рахметулкум этим пацанам и пацанесам с Boosty. Блядь, вы просто имба, я хуй знает, как можно быть такими пиздатами. Несмотря на то, что я не выкладываю туда никакой уникальный контент, вас это не останавливает. А контента там нет, ибо людей я на сорта не делю, и все получают весь контент без ограничений. Здесь, на ютубчике, да, вот так вот. Чисто за рахмет получается поддержка, да. Просто только огромная рахметулечка от меня вам. И ещё всем рахмет, кто пишет комменты с пахловой, критикой, хуесосиванием, корректировками, рафлянками и прочим. Окружённый четырьмя стенами 24 на 7, мне очень нравится с вами пиздеть, если работа, конечно, не мешает. Это так мотивирует делать поскорее новый видик и сделать его пиже, чем было раньше. И вообще, я будто подсел, если честно. В пирамиду масла у вашей комменты встали рядом с воздухом, нахуй. Да, только жаль, что этот видик я один хуй делал сраный месяц. Да даже тем, кто хуесосит и хейтит в комментах, то шарахмет, хоть и не от всего сердца. С вами тоже бывает, получается, по итогу угарный или полезный диалог. Ну, как минимум, актив поднимается, ха-ха. А ещё отдельный рахмет Антону за халдайверов. Пиздец. Блять. Дай бог здоровья тебе и твоей жене. Блять. Огромный рахмет. Ну, вот такой видик, короче. Го заканчивать. Надеюсь, хронометража хватило напохавать. Если нет, то жмякни на видик, который ща ютуб тут предложит. Ме-хе-хе-хе. Ладно, в общем, лайк, подписка, колокольчик. Тем, кто спит, спокойной ночи. Всем пока-ки. Ну, чё? Всё, поехало, да? Ага. Хорошо, отлично. Так, чё там было-то? Где я? Ага. Блять. Так, сейчас чуть-чуть распиздецца. Даже шушу. А чё распиздецца немножечко надо? О, да. Так чё? Бля, первый хейтер появился на канале. Поздравляю нахуй всех, кто слушает эту хуйню, которая была до записи. Вот она, да? Вот здесь вот хуйня, которая была до записи. Первый хейтер. Поздравляю на всех. Его никнейм РОЮДЖИ. Какой-то рог, видимо. Доебался, что я дал, видимо, второй шанс. Так, классный человек, очень хороший. Надо, чтобы он чувствовал себя здесь уютно, чтобы ему все были рады. Всё-таки первый хейтер, такими надо дорожить. Так, окей, ну чё там? Так, да, наконец-то, это он, видик провода, это тачки. Да-да-да. Так, окей, ладно, поехали.